Сегодня мы поговорим о атопическом марше с рекомендациями врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Атопический марш – частый повод для тревоги аллергиков и их родителей. Насколько велика угроза? Как можно повлиять на нее? Атопический марш – это последовательно сменяющие друг друга заболевания, атопический дерматит, аллергический ренит, бронхиальная астма. Причина атопического марша – все три заболевания объединены общей особенностью преобладанием особого TH2-иммунного ответа со склонностью к образованию АИЧ. Эксперты постепенно отказываются от этого термина и используют термины коморбидность, сопутствующие друг другу два заболевания, и мультиморбидность. По аналогии, несколько сопутствующих друг другу заболеваний. Связано это с тем, что классическая для марша последовательность атопический дерматит, аллергический ренит, астма встречается редко, и корректнее говорить о возможном сопутствующем течении этих болезней. Каждый ли атопический дерматит перейдет в астму? Несмотря на то, что наличие атопического дерматита повышает риски развития бронхиальной астмы, сегодня известно, что атопический дерматит – это группа заболеваний с разными генетическими причинами и разным прогнозом. Риск развития астмы выше у детей, атопический дерматит которых имеет раннее начало – до двух лет, длительное течение. Симптомы сохраняются после четырех лет сопутствующую пищевую аллергию, сенсибилизацию к клещам домашней пыли. В среднем риск развития атопического марша составляет около 7%. У огромного количества людей с атопическим дерматитом ни ренит, ни астма не возникают. Что можно сделать? Сенсибилизация – образование айч к аллергенам, способное привести к аллергии. При атопическом дерматите может осуществляться через кожу, особенно через поврежденную. Не нужно пренебрегать уходом за кожей, важно, как можно раньше снимать обострение, регулярный уход за кожей, увлажнение, ограничение механического раздражения, применение эмалентов, способен снижать уровень айч к аллергенам. Не стерилизовать избыточно пространство вокруг ребенка, не ограничивать безосновательно рацион. Знакомство иммунной системы с многообразием молекул окружающей среды, формирование правильной микрофлоры, профилактика развития аллергии. Не зло потреблять антибиотиками. В исследованиях показано, что применение антибиотиков широкого спектра может повышать риск развития атопии из-за ограничения контактов иммунной системы с непатогенными микробами и развития неправильного иммунного ответа. Избегать пассивного курения. При наличии аллергического ринита осит. Способ затормозить развитие астмы. При наличии астмы снизить риски ухудшения и достичь ремиссии. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!